Не знаю, как вы отнесетесь к этому. Я имею в виду именно людей тариката. Часто взрослые женщины, старше 50-60 лет, стараются обучиться чтению Корана, стремятся к этому. Кто же не захочет научиться читать Коран? Сожалеть об упущенном – это одно дело. Но сегодня, когда есть возможность исполнять вирды тариката, не стану даже говорить о тех, кто делает нахшубандийский тарикат. Даже шазилийские начинают отвлекаться на обучение Корана на старости лет. Уважаемые алимы, я у вас спрашиваю, что для них является более полезным? Что лучше для их ахирата? Стараться правильно читать Коран или же посвятить себя полноценному исполнению вирдов? Вы слышите? Так это или нет? Если так, то расскажите им об этом. Нафс тянет их к чтению Корана. Тарикат – это борьба против своего нафса. Тому, кто борется против своего нафса, не следует за этим следовать. Я еще не слышал, чтобы хоть кто-то у нас рассказывал об этике чтения Корана. Ведь недостаточно просто научиться его читать. Разве мало адабов, которые следует соблюдать по отношению к Корану? Вот сейчас я как есть говорю. Бывает иногда, вроде бы, читают Коран. Ягарин. Я вижу, что у нас не получается соблюдать адаб. Не получается держать хузур при чтении Корана. Думаю, что же тогда из этого получится? Другое дело – люди, которые не находятся в Тарикате. Пусть делают, что пожелают. Но люди Тариката должны знать, что им более полезно чтение вирдов. Это я говорю им, пожилым людям. Тот, кто занимается торговлей, может продавать разные вещи, например, семечки, мясо или фрукты. Но люди предпочитают то, что приносит наибольшую прибыль. И я им говорю, что наиболее прибыльным для вас будет усердствовать в том, чему мы обучили. Корану вы обучаете своих детей. Вот их обучаете чтению Корана. Вы же знаете, что бывает, когда муалим обучает своего ученика чтению Бисмилля. Прощаются грехи тому, кто сам читает Бисмилля, и тому, кто его обучает, их родителям и родителям их родителей. Это же такое великое дело. Дети. Самое главное, их нужно обучать и воспитывать. А родителям полезнее будет посвятить себя чтению Зикра, чем стараться научиться читать Коран. Я так думаю. Разве слова «Ля Иляха Илля Аллах» не аят Корана? Поступайте, как считаете нужным, но таково мое мнение. Дорогие мои, вы знаете, что в благословении пророка, саллилаллаху алейхи вассалям, есть выход из любого кризиса и избавление от любых испытаний и бед. Это эликсир жизни. Благословение любимца, саллилаллаху алейхи вассалям. Да. Однажды со мной связался один человек из жителей Лучезарной Медины. Он спрашивал у меня о диалоге, который произошел у него с другими братьями, относительно вопроса, что лучше, чтение Корана или чтение салловато пророку, саллилаллаху алейхи вассалям. Я сказал ему, если ты под этим вопросом подразумеваешь сравнение между Кораном и салаватом, то речь Аллаха это самое лучшее, рассматривая салават как чтение. А если ты под этим вопросом имеешь в виду, чем лучше тебе заняться чтением Корана или чтением салавата, то я скажу тебе, что занятие чтением салавата. Ибо в этом есть столько пользы, что превышает над пользой чтение Корана. Когда ты читаешь Коран, то ты за каждую букву получаешь 10 вознаграждений. Затем пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, разъясняет смысл. Словами за каждую букву я не говорю, что буква алиф, лам, мим – это одна буква. Все-таки алиф – это одна буква. Буква лам – это еще буква. И буква мим – тоже буква. А это уже три благих поступка. А что касается салавата пророка, саллилаллаху алейхи вассалям, то если ты прочитаешь один салават пророка, саллилаллаху алейхи вассалям, то Всевышний Аллах благословляет тебя 10 раз, а одно благословение от Аллаха проравнивается всем вознаграждением. Поэтому салават на пророка, салли Аллаху алейху ассалям, это самое великое средство для достижения радости и облегчения. Самое великое. Поэтому благословляйте пророка, салли Аллаху алейху ассалям, и приветствуйте его. Да, сколько же читающих Коран, а Коран их проклинает. А что касается салавата, то он принимается даже у нечестивца. Потому что в салавате есть доля, принадлежащая пророку, салли Аллаху алейху ассалям. И ты чтением салавата гарантируешь себе заступничество. Шафаат того, салли Аллаху алейху ассалям, кто защищен от совершения греха. Пророк, салли Аллаху алейху ассалям, сказал, что ближе всех будет сидеть ко мне в сутный день тот, кто больше будет благословлять меня. Вы увеличите чтение салавата пророку, салли Аллаху алейху ассалям. И это станет стирающим разрыв, который происходит у раба с Господом. Это станет тем, что будет удалять любые печали и огорчения. Это станет выходом из этого кризиса. Хаким Ан-Найсайбури в Мустадрак от Убая бин Кааба передает, когда проходила четверть ночи, пророк, салли Аллаху алейху ассалям, вставал и, обращаясь к людям, говорил, «Вы поминайте Аллаха! Вы поминайте Аллаха, потому что настанет сутный день!» Тогда Убая бин Кааба сказал, «О посланник Аллаха, салли Аллаху алейху ассалям, я буду много читать салават, то есть делать дуа. Сколько мне читать салавата, то есть сколько делать дуа, сколько раз благословлять тебя?» Пророк, салли Аллаху алейху ассалям, ответил, «Сколько пожелаешь?» Убая сказал, «Четверть ночи?» Пророк, салли Аллаху алейху ассалям, ответил, «Сколько пожелаешь, а если прочитаешь больше, то это для тебя же лучше». Убая сказал, «Треть ночи?» Пророк, салли Аллаху алейху ассалям, ответил, «Сколько пожелаешь, если больше, то это для тебя же лучше». Убая сказал, «Полночи?» Он ответил, «Сколько пожелаешь, а если больше, то это для тебя же хорошо». Тогда Убай сказал, «Я буду читать салават всю ночь, благословляя тебя, о Пророк, салли Аллаху алейху вассалям, и не требую для себя ничего взамен. Буду до утра читать салават». И Пророк, салли Аллаху алейху вассалям, сказал, «Тогда Всевышний Аллах избавит тебя от забот и простит тебе грехи».